Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! Сегодня замечательная погода и по этому поводу она тоже добрая, мне кажется. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Что ж, пришло время поговорить о том, что происходит на финансовых рынках, посудачить, как мы это ежедневно с вами делаем, и обсудить некие планы на будущее, ну, с точки зрения инвестирования, конечно. Тема замечательная сегодняшнего эфира. Высокодоходные инвестиции в России, подчеркиваем это, да? В России. Баланс между рисками и доходами. Очень много, я бы так сказал, да? Разделил сразу эту тему на очень много составляющих, важных каждый раз, когда мы оцениваем то или иной инвестиционный продукт, ну и, в принципе, смотрим в сторону. Вложения некого. Итак, значит, все это мы сегодня обсуждаем. Представляю гостей. Сегодня в студии Дмитрий Нужденов, директор по инвестициям компании «Финансовый брокер». Добрый день, Дмитрий. День добрый, Олег. И в студии Алексей Бизин, портфельный управляющий, концерн «Дженерал Инвест». Добрый день, Алексей. Здравствуйте. Телефон студии, уважаемые слушатели, это для вас. Телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495. И сайт компании «Финам.фм». Все это вы можете использовать для того, чтобы присоединиться к нашему разговору и, соответственно, задать какой-то вопрос, ну или поделиться собственным мнением на этот счет. Так, ну сейчас я должен традиционно, я должен сейчас традиционно нарисовать картину маслом. И давайте я это сделаю. 1507 в Москве. Смотрим. Смотрим, что происходит на финансовых рынках. Вчерашнее закрытие, ну такое, я бы сказал, у нулевых отметок закрытие Соединенных Штатов Америки выглядит следующим образом. CP прибавил чуть больше, ну я даже не знаю, 0,05%, да, чуть больше 0,1%. На 0,1% вырос Dow Jones и NASDAQ в отрицательной территории закрылся на 0,5% ниже. Ну а нынешняя торговая сессия, начиная с Азии, в принципе, выглядит достаточно благопристойно. Nikkei прибавил больше процента. Шанхай, напротив, чуть-чуть снизился. Европа сейчас выше, FTSE 100, да, выше 6400 в пунктах, я говорю, прибавляет больше процента. Ну и наши индикаторы тоже сегодня оптимистично выглядят. РТС в моменте 1,3 прибавляет, 1480 его котировка. И, соответственно, ММВБ чуть больше процента и 1517 на его текущий курс. Смотрим дальше. Сырье и Форекс. Сырье и Форекс. Нефть марки Brent выше 109 долларов за бочку, 109,04. Лайтсвит чуть снижается и 101,80 стоит этот сорт. Золото пытается закрепиться, устоять, да, выше 1300 за унцию и сейчас 1302 доллара стоит унцию этого металла. Валютный рынок в лице евро-доллара нащупал опору в районе 1,35, 1,35-30. Небольшой отскок мы наблюдаем сегодня с утра. И далее смотрим на набор голубых фишек. Они в основном в положительной территории. Хуже рынка Ростелеком минус 0,7 процента. И уралкалий примерно столько же, 168 стоит одна акция. Остальные все в плюсе. Да, ну вот я бы выделил. Газпром 1,5 процента, почти 2 процента Сбер, 1,2 МТС, что еще интересно. Да, ВТБ тоже 1,6 процента в плюсе. То есть так оптимистично мы выглядим. Я, кстати, смотрел сейчас на дневной график РТС, он уже пытается пробиться выше нисходящей линии тренда. Вот она, жизнь-то начинается. Начинается. Кстати, если говорить про жизнь, которая не начинается, конечно, а продолжается. Сегодня, наверное, мы обсуждать, наверное, может, это не будем слишком пристально. Но, тем не менее, заслуживает внимания вчерашнее заявление господина Обамы по поводу того, что он предложил Конгресс рассмотреть госпожу Елен на пост председателя Федрезерва. Ну, а дальше все по цепочке, что называется. Да, госпожа Елен придерживается той же самой политики, соответственно, политика, скорее всего, меняться не будем. Ну, и так далее, со всеми остановками. Ну, ладно, бог с ними. Мы каждый день, собственно, очень много проводим эфира, времени эфирного в разговорах о Соединенных Штатах Америки. И, соответственно, очень мало обращаем на родимые просторы. Давайте, в основном, о них мы сегодня поговорим. Не случайно, еще раз повторю, тема сегодня – высокодоходные инвестиции в России. Давайте начнем разговор. Дмитрий, ну, собственно, вы будете у нас, так сказать, носителем информационного повода некого, если позволите. Да, я постараюсь. Да, давайте разбираться. Если можно, все же, да, я хотел бы от печки вас попросить начать именно с этого момента, да. Ну, как бы, понятно, наверное, для наших слушателей это не нужно разжевывать, что есть инвестиция в принципе, каковы ее задачи, да, сохранить и приумножить. Но по поводу выбора инвестиционных инструментов, да, вот это очень всегда любопытно. Давайте начнем. Ну, традиционно в России, на самом деле, большая часть населения, она использовала для накопления депозиты. Депозиты банков, это было и знакомо, привычно. После того, как стал развиваться фондовый рынок, стали использовать и другие инструменты. Ну, на самом деле, другие инструменты, по моим данным, использовала не больше, там, 1-2% населения, ну, участвовала в этом. 4% у нас была такая последняя статистика. Даже до 4%. Я всегда борюсь, потому что я, собственно, приверженец, да, так называемой финансовой грамотности населения. Очевидно, что наше население в этом смысле несколько отстает от западного мира, да, где, как известно, ленивая домохозяйка не инвестирует в фондовый рынок, а у нас... Ну, 4%, 4% разница. Да, согласен. Это подросло, но смысл заключается в следующем. На самом деле, хоть и подросло участников, но разбираться в этом, они стали не сильно лучше, если честно. И желаний, да, в остальной части тоже не появилось особого желания разбираться. Особого желания не появилось из-за того, что, к сожалению, к большому сожалению к нему, я сам работал на фондовом рынке долгое время, да, вот в ФКСОЛе, замклендиректор оттрудился, и, к сожалению, сейчас фондовый рынок такими доходами, которые он предоставлял в фору своего там рассвета, развития в России, да, он сейчас не может похвастаться, и поэтому доходность, она... То есть он не может привлечь ту самую, да, большую часть населения. Да, более рискованную часть населения. Да, совершенно верно, ведь мы, Леш, присоединяйся, ведь мы в свое время, да, когда действительно фондовый рынок, да, ну, он, во-первых, появился совсем недавно в России, да, а потом, начиная там с 2000-х каких-то, вторых, третьих, четвертых годов... Бурно-рос. Бурно-рос, да, и, естественно, аргументация-то была, Леш, да, ребята, приходите на фондовый рынок, инвестируйте в фондовый рынок, вы, а, поддерживайте, ну, наверное, с благих намерений начнем, вы, а, поддержите российскую экономику, российский фондовый рынок, ну, и потом у вас есть огромная возможность, замечательная возможность заработать, а сейчас... Да, я думаю, что главный соус, под которым все это подавалось, это были результаты прошлого года, в каждом следующем году, мы, по сути, был эффект низкой базы, потому что рынка у нас, во-первых, не было, и все это накладывалось на политику снижения процентных ставок США, которая продолжалась при Алине Гринспене, собственно говоря, это и вызвало там потрясающие результаты фондового рынка, в частности, рынка акций в России, и на тот момент, конечно, это считалось, что это место, в которое следует инвестировать всем и каждому, тем, кто хочет заработать дополнительные деньги, но и в последние годы, очевидным образом, конъюнктура изменилась, не только у нас, но и глобально, и, конечно, про фондовый рынок, как про место, где можно гарантированно или с большой долей вероятности заработать как раз высокий доход, о котором мы говорим, в последнее время говорится все меньше и меньше. К сожалению, да. Ну, кстати, по поводу всяких терминов, параметров, да, что есть высокий доход, что есть невысокий доход, это мы, естественно, да, чуть позже с вами продолжим об этом разговоре, это нужно уточнить, желательно, конечно же, с цифрами. Ну, я единственное, что соглашусь, сейчас это, да, как бы вещь очевидная, фондовый рынок, несмотря, ну, все же, наверное, да, на желание, и уж тем более представитель брокерской компании, да, на желание привлекать туда инвестора, сейчас просто не может быть, ну, я не знаю, какой-то интерес, да, не обладать интересными идеями с точки зрения инвестирования. Клиенты все так же приходят за высокой доходностью, то есть высокая доходность все так же продается, но другое дело, что они, к словам продавцов, относятся уже с изрядной долей скепсис. Совершенно верно, и у них есть реальные примеры, да, этот скепсис, собственно, озвучить. Сейчас привьемся новости, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Дмитрий Нужденов, директор по инвестициям компании «Финансовый брокер» и Алексей Бизин, портфельный управляющий концерн «Дженерал Инвест». Мы обсуждаем сегодня высокодоходные или возможность высокодоходно инвестировать внутри Российской Федерации, не за ее пределами, что тоже важно, кстати. Ну и чуть позже будем искать некий баланс между рисками и доходами, потому что, как известно, любая ваша инвестиция состоит из двух параметров, да, риск и доходность, и они, как правило, соответствуют друг другу. Желая много заработать, вы сразу попадаете на большие риски, или как минимум возникает такая опасность, высоких рисков. Ну а сокращая риски, да, вы соглашаетесь с небольшой доходностью, что это классика инвестирования. Я напоминаю, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финанс.фм. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе и звоните, пишите. Ну что ж, продолжим, продолжим. Я, кстати, пометил себе, да, Дмитрий, если не возражаете, Леш, если не возражаете, говоря о высокодоходном инвестировании, рынок Форекс, очень часто звучит это название, может быть, мы о нем тоже, ну, чуть позже поговорим. Хорошо? Да. Ладно. Итак, возвращаемся. Значит, классический вариант инвестирования, действительно, ну, в результате ли низкой финансовой грамотности нашего российского населения, либо в результате каких-то других вещей. Классический, значит, вариант инвестирования, это банковский депозит. Но что дает банковский депозит? Он дает низкий риск, да, Леш, и относительно невысокую доходность, которая сродни, да, обычно там... Часто инфляции. С уровень инфляции. Закрыться от инфляции, деньги каким-то образом сохранить. Вот, кстати, возвращаемся опять к классике, да, две задачи классического инвестирования. А. Сохранить свои сбережения. Б. Их приумножить. То есть, вот эту первую задачу банковский депозит решает. Но мы хотим приумножить. И вот здесь возникает вопрос, где найти высокодоходный, да, способ для инвестирования. Дима, продолжайте, пожалуйста. Да, последние годы, после того, как был принят закон о микрофинансировании, появилось большое количество кредитных учреждений, микрофинансовых компаний, которые, в принципе, начали выдавать займы. Займы малому бизнесу стали выдавать и частным лицам. Иногда там были, это очень молодая отрасль, там было очень связано много с разными там, так сказать, очень высокими ставками или же непрофессиональным подходом. Но, тем не менее, там есть достаточное количество профессиональных игроков, в одном из которых я там... Дмитрий, я прошу прощения. Да. Я попытался зацепиться сразу, да. Правильно ли, что если мы наблюдаем высокую ставку по кредиту, который я в МФО получаю, то речь, как правило, идет о непрофессиональном подходе. Нет. Нет? На самом деле это не так. Кредитные продукты, на самом деле, просчитаны достаточно неплохо. Ну, в хороших компаниях. Давайте будем говорить о хороших компаниях. Хорошо, да. Потому что если там непрофессиональные компании, ну, там трудно обсуждать, что они будут делать. Нет, мы не будем их обсуждать. Мы обсуждаем только всегда, как правило, как выбрать, да, хорошую компанию. Вот чем она хороша? Заглянуть в глаза, посмотреть на рекламу. Кстати, одна из них вот мне очень нравится. Ну, потешно, там дяденька такой полный, он танцует, да, радостно. Хорошая компания или плохая компания? Ну, мне он симпатичен. Ну, я в родственной такой компании работал как раз, которая занималась микрофинансированием малого бизнеса, да. Вот. Ну, могу сказать, что, конечно, это замечательно, но там тоже есть свои плюсы, есть свои минусы. И в той компании тоже. Вот. Но она одна из наиболее структурированных компаний, и там есть профессиональный подход, по крайней мере, к рискам, да. Вот. И поэтому процентные ставки исходят как раз из рисков. И они достаточно высокие, но есть заблуждение среди населения, что банки кредитуют под очень низкие проценты, якобы там 14-18 процентов. Если мы говорим про необеспеченные кредиты, то есть когда вы в залог не оставляете свою квартиру, машину, вот, ну, ликвидные, так сказать, имущества, да, вот, то в этом случае процентные ставки у розничных банков, простите, вот, если взять крупнейших банков, доходят 48-64 процента. То есть вполне сравнимо с микрофинансовыми компаниями, абсолютно. В которых, в принципе, ну, где-то от 50 и выше там есть, в розницу доходит и до 120 там процентов годовых. То, что ежедневные инвестиции, это немножко другое там, там другие немножко правы, там очень большой объем невозвратов. Поэтому миф журналистов, что там огромные прибыли. Там огромный невозврат, а не огромные прибыли. Прибыль там как раз не очень большая. Понятно. Ну, в любом случае, да, это опять к вопросу о бизнесе, да, потому что есть риски, есть прибыли, да, и даже у банка, естественно, собственно, кредитный портфель, да, он имеет определенные минусы. Леша, добавишь? Да, да, вопрос просто в том, как ваша вот эта высокая ставка, которую вы даете своим клиентам, как она закрывает риск ваших возможных невозвратов. Совершенно верно. Последние годы рынок микрофинансирования был горячим. Я, по-моему, мне кажется, говорил, но, тем не менее, это одна из немногих отраслей нашей экономики, которая действительно росла, вот. И там очень сильно выросли портфели. И сейчас, мне кажется, вот на мой взгляд, очень сложно оценить качество управления какой-либо компании, просто потому что у них очень сильно выросли портфели, и непонятно, как эти портфели себя будут вести на горизонте два-три года в случае, если спрос на такие продукты резко остановится. Ну, у меня есть, конечно. Во-первых, надо же сразу пронести, о каких ставках все-таки идет речь. Давайте. С моей точки зрения, разумными ставками привлечения могут быть ставки там, ну, или выплаты доходов инвесторам, скажем так, до 36%. В год? Да, годовых, да, 36% годовых. Вот, это максимум. Ну, соответственно, в зависимости от сумм, сроков привлечения, они могут быть ниже, ну, там, и 20, и 18, от 18 до 36. То есть, смотрите, я хочу уточнить, да, мы сейчас как бы ставим на одну полку рядышком, да, мы ставим классический вариант, это депозит банка какого-то, да, крупного или, может быть, не очень, который, ну, в среднем дает там не выше, 12%. 12%. Это максимально, да. Это максимально, ну вот, чтобы, ну, опять-таки, да, чтобы на пальцах, что называется, сравнить реально. И дальше стоит, да, компания микрофинансовая. Ну, допустим, ну, это может быть много, вот финанс-консалтинг может быть в других компании. Да, неважно. И она говорит, я вам дам в три раза больше. Я вам дам в три раза больше. Вот. И вопрос насчет реальности того, что можно ли дать в три раза больше, и в ответ, ну, как бы, понятно. Я могу сказать, руководя, вот, допустим, я микрофинансовой компании, сам в качестве генерального директора на протяжении двух лет больше, я могу сказать следующее. Это зависит от того, как правильно выстроить структуру. И вполне успешно можно, вот, допустим, результаты нашей работы на микрофинансирование малого бизнеса. У нас в течение 12 месяцев просрочки больше 30 дней равнялись нулю. Это было безумно хорошо, правильно, это первый год работы, конечно. В бизнес-плане у нас было 5 процентов. Ну, 5 процентов списания. То есть вы допускали 5 процентов? Допускали 5 процентов списания при средних эффективных ставках где-то 82 процента. Вот. Это выдача займов, да? По ставкам это включало и комиссию, и процентные ставки. Вот. Поэтому портфель достаточно привлекательный, я вас уверяю. Понятно, что с течением года и с нуля она дойдет до 5, в некоторых случаях могут доходить и до 10 процентов, но, тем не менее, если вы посчитаете доходность, она достаточно высокая. Вот. То есть она как раз позволяет выплачивать инвестору, ну, скажем, вот до 36 процентов вполне приемлемо. Вот. Да, конечно же, у собственников в этом случае будет оставаться не такая грандиозная прибыль, как бы хотелось, но зато они способны будут развиваться на средства инвесторов. Леша. Да, у меня просто такой вопрос сразу возникает. А в случае, вот если что-то идет не так, можете ли вы продать эти портфели кому-то? Кто у вас сможет их выделить? Совершенно верно. Потому что, скорее всего... Насколько ликвидна, да, вот эта вот идея, эта тема, которую вы рассказываете. И потом все-таки о рисках мы говорим тоже. Да, да, да. 36 процентов, естественно, в три раза больше доходность. Но я так понимаю, опять, исходя из того, о чем мы уже говорили сегодня, да, высокий доход, как бы, автоматически поднимает риск. Вот риск депозитом моего, да, закрывается, там, я знаю, участием государства, да, по гарантированию вкладов, да. В пределах 700 тысяч рублей. Совершенно верно, да. Ну, мы можем распределиться, это не суть важна. Вот. Также этот риск, да, наверняка, да, закрывается непосредственно самим банком, который, если там входит в десятку, да, в рейтинга, то... Ну, на самом деле, я немножко вот по поводу самим банком могу сказать. Ну, здесь зависит чисто от владельцев банка. Потому что, вы сами прекрасно помните, я просто немножко напомню, 98-2008 год, да, когда банки, которые ходили в Топинкомбанк, Агро... Ну, вы взяли, да, два ключевых момента, когда мы наблюдали кризис. Когда мы наблюдали, что одни, ну, владельцы, так сказать, влили свои собственные средства и, кстати, выиграли рынок, а другие плавненько вывели активы и ушли. Хотя банки находились в Топе, имели все лицензии, имели все рейтинги, так сказать, методики, все что угодно. Вот. Российский кредит... Ну, вы знаете эти банки, их там 3-4 крупнейших банков российских. Вот. Поэтому, так сказать, гарантии, как бы, самого банка, они отчасти миф. Потому что, ну, вы можете посмотреть историю английских банков не так давно. Можете посмотреть историю американских банков тоже совсем недавно, скажем так. И швейцарских банков, и французских, которые, ну, скажем так, вынуждены были продаться. Да? Ну, продать их, исходя из того, что убытки, которые потерпели, они, ну, там, из-за брокеров, но тем не менее. Угу. Нет, ну, это разговор о том, что все мы под богом ходим. Естественно, да, возникает иногда ситуация от нас независущей, от банков независущей, когда, естественно, происходит то, что... Нет, это миф об устойчивости банков. Хорошо, я понял. Что банк это устойчиво всегда. Это не так. Ну, в этом случае, наверное, можно говорить о том, что и гарантии государства, да, в какой-то момент могут не спасти, не помочь, потому что... Гарантии тут ровно в той мере, в которой вы доверяете этому правительству, этому государству. Совершенно верно. Вот, вот. Конечно. Мы переходим уже на новый уровень, опять уровень доверия. Да, но я здесь могу сказать по поводу рисков, понимаете, ну, здесь надо снижать риски. Вот мы каким образом еще можем снизить риски, с одной стороны, инвесторов, да? Частных инвесторов, я не говорю про корпоративных, крупные фонды, которые хотят много денег и при этом нулевые риски. Это почти нереально. Вот. А я говорю про частных инвесторов. Там достаточно просто. Есть инструменты такие, как страхование. Сейчас, ну, страховая компания держала, вот мы подписали с ним договор, она, да, готова нести риски банкротства нашей компании, выплачивать инвесторам деньги по договорам. Это реальные вещи. Конечно, это не государственное гарантирование. Но, постойте, с государственным мы не можем никак подписаться. Это, ну, как бы, это нереально. Это только банки, да? Вот. Которые очень сильно отрегулированы Центробанком. Я понял. Хорошо. Давайте мы сейчас еще разок прервемся. Новости на Финам.ФМ послушаем, но потом продолжим. Продолжим разговор о высокодоходных инвестициях. Ну что ж, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Обсуждаем сегодня тему высокодоходные инвестиции в России. И сейчас начнем искать. Искать начнем. Баланс между рисками и доходами. Ну, баланс должен быть, безусловно. Напомню, в студии Дмитрий Нужденов, директор по инвестициям компании «Финансовый брокер». Алексей Бизин, портфельный управляющий, концерн «Дженерал Инвест». Телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Сайт компании «Финам.ФМ». Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. И, я думаю, есть что обсудить здесь. И есть о чем поговорить. Продолжим. Дмитрий, ну давайте, так сказать, с вас мы начинаем каждый раз. И так получается, что в какой-то степени оппонируем даже вам. Ну, может быть, вот вся эта логика нашего сегодняшнего эфира, вся логика нашей беседы основывает быть на том, что все-таки продукт, о котором вы говорите сейчас, он еще молот на российском рынке, в российской действительности. Да, действительно, он молот, но это не есть признак того, что он плох. Он малоизучен, поэтому, так сказать, статистики достаточно мало, специалистов, людей тоже мало. А потом здесь я вот хотел обратить внимание на очень интересный факт. Такой факт, скорее даже психологии, отличие российских граждан в целом, ну и инвесторов, понятно тоже, от, допустим, европейских и даже в большей степени от американских. Да, вот, почему? Разное абсолютно отношение к рискам. Вот я на бытовом уровне просто хочу сказать. Вот смотрите, граждане Америки, часто средняя семья, имеют дом в ипотеке, причем в залоге, в банке и так далее. Машину в кредит, а то и две. А то и две. И, соответственно, там зачастую программы мебели и прочее, тоже часто куплено тоже в кредитной, да. Вот, представьте, они имеют хорошую работу и так далее. Ну вот наступает некая угроза потерять работу. То есть еще не потеря, а только угроза. Просто угроза. Представьте себе, как относятся американские средние граждане к этому. Они относятся приблизительно так. Да, у меня все в кредите. Если я потеряю работу, конечно, это будет ужас. Потому что я могу потерять дом в течение там года. А работу там ищут больше года часто. Вот, могу потерять дом. Дети могут перестать ходить в платный детский сад. Старший ребенок может перестать учиться в университете. Не станет хватать денег. Вот, ну, то есть проблемы колоссальные, на самом деле. И при этом, когда у него можно спросить, как дела? Ну, имея эту ситуацию, он ответит fine. Нет, ну это... Теперь возьмем среднего российского гражданина, среднюю российскую семью. Это к финансам не относится. Fine, он в любом случае скажет, да? Но при этом понятно, что он там на грани уже нервного срыва находится. Но при этом они все эти граждане, они несут эти риски ежедневно. А теперь российскую семью. Чаще всего это скромная квартира гораздо сравнее, чем США, не вопрос. Но в собственности. Гаражик, машинка. Скромнее все гораздо, но в собственности. Земельный участок иногда еще тоже в собственности. Вот. И та же угроза потерять работу. И если спросить нашего сотрудника, ой, он скажет, ох, как же это проблемно, это очень сложно, у меня все плохо. Вот. При этом, заметьте, уровень рисков просто несопоставим. То есть, может быть, вот я хочу подвести тему, может быть, от отношения к рискам и зависит от того, как вы хотите жить. То есть, цена того, как живут граждане, ну, допустим, в Америке, во многом зависит, во многом зависит и от их отношения к рискам, которые они несут ежедневно. Давайте еще раз, еще раз, я пытаюсь эту логику тоже. Вот семья, мы взяли, да, две семьи, среднестатистические, американская и российская. Вот эти так живут, вот эти так, у них, у обоих возникает угроза потерять работу. И, учитывая, что больший, ну, вот, исходя из картин, которые вы нарисовали, больше рисков американцев, они что, они активнее, да, они активнее с точки зрения, чтобы работу не потерять. Или потом, когда они ее не заех потеряют, они будут активнее ее искать, а наши более пассивные. Нет, на самом деле, нет, я сейчас имел в виду их отношение к рискам. То есть, даже их активы, которые есть, они зачастую лежат на фондовом рынке, кстати, ну, вот в акциях, аппликациях. В Америке, да. То есть, грубо говоря, и немножечко совсем на депозитах там, потому что там доходность еще ниже, чем у нас гораздо. 0,25. Да, 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 ну, там совсем банки дают небольшие ставки. Так вот, я к тому говорю, и при этом они с этим грузом рисков ходят, живут и чувствуют себя вполне отлично. А наши люди с гораздо меньшими рисками, не вкладывая активов никуда, не имея таких долгов. Они чувствуют себя, скажем так, ну, смысл такой. Если вы хотите быть несколько более счастливее, более обеспеченным, может быть, вам немножко больший чемодан рисков носить с собой. Вот, я понял, теперь я понял, к чему вы вели. Да. Я понял. То есть, надо больший риск на себя брать, да. И в этом случае вы сможете пить шампанское иногда. Будет вам счастье. Да. Леша. Имеет смысл, пока у вас есть какой-то дешевый источник фондирования, или пока для вас вот стоимость этого риска, который вы готовы на себя взять, достаточно дешево. Сейчас вот глобально складывается такая ситуация, что ставки низкие, и, грубо говоря, там, торговля на заемные или покупка на заемные средства, в целом, если мы говорим про мир, она оправдана. И последние два года там это излюбленный трейд всех и повсюду. Вот, с этой точки зрения... То есть, дешево занять, да, и что-то вложиться куда-то. Да, 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 оппортунистически это правильное поведение. Другое дело, что оно не всегда оправдано в разные моменты времени. Как только стоимость заимствия не начнет расти, это может обернуться проблемой. Нет, ну давай мы конкретные тоже. Вот две семьи. Возьмем ипотеку. Да, абсолютно бытовой случай. У американцев, да, есть возможность взять ипотеку. Ну, я думаю, что там под какую-то смешную процентную ставку, не больше двух-трех процентов. Пошел вот этот парень, которого вы рисовали. Да. Давайте я улучшу свои жилищные условия. У меня есть, конечно, квартирушка какая-то, земельный участок, огурцы, помидоры. Вот, но мне хочется что-то лучше. Он пошел в банк и, о, ужас. Да, ужас. Процентные ставки высокие. Да, да, и вы, я так понимаю, Дмитрий, утверждаю, что его не должно это пугать. Потому что у него риск это, в принципе, сейчас не... Вот пусть он берет этот риск на себя и ничего страшного. Отчасти это то же самое. Отчасти это складывается не только в депозиты. Это нужно, ну, то есть, если диверсифицировать этот риск, то, по идее, у вас должно совсем немножко лежать в банке. Вы можете иметь все-таки ипотечную квартиру. Если на нее не хватает, можете разместить часть средств как раз в высокодоходных, как я называю, инвестициях. Тех же МФО, там, брокерская компания наша продает и МФОшные, и свои продукты. Достаточно высокодоходные, до 36% годовых. И на фондовом рынке может разместиться, с учетом, что когда-то может вырасти... Ну, это уже долгосрочный, да? Долгосрочный, да. Ну, был... Вот. И в этом смысле нести больше портфель рисков для того, чтобы в средней и краткосрочной перспективе получить больше доход. Вот. Ну, я просто могу привести пример, что, в принципе, такой подход, он же был, он не сейчас сложился в тех же США. Даже если брать до Брейтенбургских договоренностей Соединенных Штатов, когда стали бонусы получать на валюте, мировой фактически, то мы можем посмотреть. Риски-то были, и железные дороги строили, и там активно тоже участвовали граждане, да? И землю там покупали, и строительство было, и, ну, развивалось. Так вот, их подход в целом, в целом приводил к улучшению жизни. И все-таки было... развитие было наиболее быстрым. Вот. Я вот... Почему бы на это обратил внимание? Если вы видите, никто из нашего правительства, никто из наших даже финансовых структур, и никто вообще не поднимает тему о том, что... Да, коллеги, вы хотите лучше жить, надо больше рисковать. Это же любой бизнес. Риск — это и любой бизнес в том числе. Ну, согласен, согласен. Ну, просто я сейчас представил, да, эту фразу из уст представителя какого-нибудь, да? Высокого чиновника. А все очень просто. Ребята, ну, выходите лучше, давайте рисковать. Давайте будем рисковать. Да, вот именно. Потому что все чиновники, они боятся потерять свое место. И, скажем так, потерять деньги. Но при этом надо же слышать и вторую часть. То есть, если не будет риска, не будет развития. Мы к этому и, в общем-то, приходим. В том плане, что у нас очень медленно развивается в России, можно сказать, все. Вот. Обратите внимание. И причина в этом, да, как уже... Как раз отношение к рискам. Ну, вот такому вообще в глобальном масштабе. В глобальном смысле, да. На ментальном уровне, я бы даже сказал. И на ментальном уровне тоже, да, которое поддерживается государством. Потом говорят, нет, не может быть. Высокие проценты — это всегда высокий риск. А, собственно говоря, тогда им говорим, где же наши предприниматели? Постойте. Леш, извини, Дмитрий, смотрите, извини. Смотри, я прошу прощения, я не хочу никого обидеть вас в первую очередь, да. Но мне вот эта вот история сразу напоминает, ну, начало 90-х, этот суровый наш капитализм, когда масса всяких странных финансовых организаций, да, повылазила. И, в принципе, они там о рисках, конечно, не говорили. Они, естественно, размахивали флагом доходности, что вот, ребята, смотрите, вот за пять минут сто процентов я вам сделаю легко. И все туда, это о ментальности опять, все туда ринулись, но при этом никто риски не обсуждал, да, Леш? А, в принципе, ведь вполне логично опять, да, если за пять минут мне сто процентов обещают. Это как тот анекдот, мы его периодически здесь рассказываем. Что вы можете потерять? Ну, сто процентов, а зато заработать можете десятки тысяч. Вот, да-да-да, ну, такой стандартный трейдерский анекдот. Прекрасно, совершенно верно. То есть все говорят о десятках тысяч, не говорит никто о ста процентов, да, то есть ваши вложения могут уйти. Да. И вот он, вот оно отношение к риску. Ну, да, в принципе, я хочу сказать, что такая психология среднего русского человека, она оправдана, потому что за последние 20 лет большинство людей пару раз потеряли накопленное. Вот, и тут, конечно, будешь... И пару раз не по собственной инициативе. Вот то время, которое я вспомнил сейчас, да, оно было связано с тем, что люди как-то инициировали какие-то. А до этого просто вот были сбережения, раз, они пропали. Боже мой. Потом еще одни, потом опять пропали. Тут своим трудным опытом люди доходят до того, чтобы быть более консервативными. Вот, ну и вообще в логике фондового рынка, мы с коллегами уже обсуждали, это просто, если у вас есть какая-то ожидаемая доходность, условно говоря, 10, то той суммы, которую вы рискуете, риск потерять, у вас, скорее всего, больше. То есть он там для разных классов активов, он может быть разным, но в любом случае рискуете вы больше, чем 10%. Соответственно, вот мне пока что не очень понятно... То есть, опять же, я вернусь там к обсуждению микрофинансовых организаций и качества их активов, если микрофинансовая организация предлагает какой-то продукт с доходностью 36%, то я бы сказал, при прочих равных условиях, что человек, который инвестирует в такой продукт, он должен осознавать, что у него есть риск потерять больше, чем 36%. Дмитрий. Ну, безусловно, риски всегда имеют место быть. Но они имеют место быть и на фондовом рынке. И могут потерять и 100% тоже. Мы, к сожалению, это знаем, я тоже это знаю, с этим сталкивался. Я могу сказать, ну, в этом случае надо просто работать с рисками. А потом доходность не бесконечная. Вы заметите, я не случайно назвал цифру 36%. Я не верю в доходность 8% в месяц для инвестора. Ну, потому что те люди, которые это делают, должны как минимум зарабатывать не меньше, чем инвестор. Ну, логично, да? То есть 16% в месяц, ну, или сравнимо с этим, да? Это, я не представляю. А кто предлагает 8% в месяц? Есть такие организации. К сожалению, среди них есть и кредитные, и кооперативы, и МФО тоже. Но 10% в месяц, с моей точки зрения, это, опять, это мой взгляд, конечно, на вещи. Ну, понятно, 120 годовых, да. Да, но это очень много. Вот, и на этом вот, причем, ну, если заработать это теоретически много, то выплатить инвестору такую сумму, да, который пассивный инвестор только деньги разместил, это очень сложно. Да, это уже поступок. Хорошо, еще раз, еще раз мы прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ обсуждаем, напомню еще раз, обсуждаем сегодня тему, связанную с высоко доходными инвестициями в Российской Федерации прежде всего. Ищем баланс между риском и доходом. Ну, и сейчас я бы предложил моим гостям поговорить о ключевой составляющей, тем более, с точки зрения компании, которая предлагает эти услуги, ключевой составляющей, да, этой работы, это риск-менеджмент. А каким образом, да, контролирует компания риск и не давая, ну, прежде всего, наверное, себя в обиду, ну, или своих клиентов прежде всего, как угодно, с какой стороны посмотреть, да. Я еще раз вас представлю, напомню, что сегодня в студии Дмитрий Нужденов, директор по инвестициям компании «Финансовый брокер» и Алексей Бизин, портфельный управляющий концерн «Дженерал Инвест». Телефон студии 6510-99, 6, код Москвы-495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, Леш, поскольку ты все-таки, да, имеешь опыт работы с классическими, да, и так, да, Дим, не обижу я вас, с классическими финансовыми инструментами, в частности, с долговым рынком, вот как там выглядит, да, контроль рисков? Ну, собственно говоря, вот в том, в таких ориентированных доходностях от 20% наша компания клиентам предлагает покупку облигаций коротких, со срочностью до года, рублевых, на заемные средства. Это будет кредитная организация с рейтингом «Б», то есть, например, «Тинькофф» кредитная система или «Ренессанс» кредит, банки такого уровня. Вот, соответственно, наша задача, то есть задача клиента с точки риск-менеджера… То есть, подожди, не ниже «Б», да, я так понимаю, уровня, не ниже «Б»? Нет, нет, нет. Или исключительно «Б»? Ну, не ниже «Б». Не ниже «Б». Не ниже «Б», просто все, что выше «Б», там доходность, скорее всего, ниже получается. Другая будет, ниже «Б». Соответственно, с точки зрения клиента и его риск-менеджмента, он должен положиться целиком и полностью на нас. То есть, если он доверяет команде менеджера… То есть, если сам он активно не участвует в торгах, что называется, есть же любители, да, по кнопке «Натажить», значит, он доверяет вам? Да, доверяет нам. Мы, соответственно, проводим кредитный анализ на постоянной основе, внимательно следим за состоянием банков и эмитентов в целом, которые имитируют данные инструменты. Ну и, собственно говоря, пытаемся составить портфель для клиента таким образом, чтобы в случае непредвиденных маржин-колов у него было достаточно денег, чтобы закрыть это. В любом случае, то есть, клиент осознает, что кредитный риск, который он берет, он берет не просто на свои деньги, а еще и на заемные. И в случае кредитного события это придется возвращать. Смотри, а если плечо здесь не брать, то 20% вряд ли получится, да? Ну, вряд ли, кроме, вот, был опыт микрофинансовой организации, которая замещала облигации, домашние деньги, вот, но там тоже, опять же, это было не для всех, потому что там номинал облигации 2 миллиона рублей, по-моему, вот. Соответственно, на совсем мелких инвесторов это не рассчитано. Ну, да. микрофинансовой организации, тут у него должен быть хороший контакт, видимо, опять же, с командой менеджеров, он должен быть полностью уверен в том, что эти люди... То есть ты ведешь к тому, что вот классический риск-менеджер, да, тут не наблюдается? С точки зрения клиента нет, но, конечно же, я уверен, и это так, что у всех микрофинансовых организаций... Ну, Дмитрий сейчас расскажет, но, тем не менее, вот, смотрите, да, если говорить о вложении в депозит, да, там, ЦБ наблюдает, и я в какой-то степени, ну, в какой-то степени Дима улыбается, да, понятно, что все очень субъективно, я в какой-то степени спокоен. Если я отдаю надежному брокеру, доверяю я, прежде всего, брокеру и его команде, то я опять в какой-то степени спокоен, потому что там ребят за рисками следят. А здесь я к вам пришел, и как мне успокоиться? Здесь такие же ребята, абсолютно, как в инвесционной компании, которые точно так же следят за рисками. А каким образом вы оцениваете эти риски? Я не говорю про все компании. Это понятно, понятно, понятно. Мы говорим сейчас даже не про вашу конкретную, мы говорим в целом... В принципе, про хорошие компании, да. Совершенно верно, да. Конечно, там тоже самое присутствует риск-менеджмент, абсолютный кредитный риск-менеджмент, то есть отсматривает внимательно и статистику, и тут же корректирует. На самом деле, понимаете, ведь на самом деле, как бы, практика, она есть критерий истины, и смысл заключается в следующем. Любые предположения, это опыт, по сути дела, кредитных специалистов и специалистов по рискам, которые... Ну, я так говорю, потому что целая инфраструктура, на самом деле, в хороших компаниях присутствует, где многоступенчатая, которая принимает решения о выдаче и анализе заемщика, да. Вот. Я не буду о ней говорить, это довольно сложная структура, кстати, очень близкая к банку, абсолютно близкая к банку, вопрос другой, просто там выше ставка и выше риск, и поэтому оценивают и берут больше допуски. И в итоге, по сути дела, допустим, при ставках 82, там закладывают не 2% на дефолтность, а 5, допустим. Ну, принцип понятен, да, или там 10, допустим, да. Вот. И в этой нише, так сказать, происходит и кредитование, и одновременно идет отслеживание, ну, отслеживание текущей ситуации, и в случае, так сказать, повышения дефолтности изменяются продукты. А поскольку вы сами сравнили, да, бизнес МФО в какой-то степени с банковским бизнесом, логично, да, предположить, логично спросить, простите, да, а там есть некий ЦБ или, может быть, Центральный банк Российской Федерации и здесь принимает участие, да, оценивая ваши конкретные риски? Ну, я могу сказать, на самом деле, на сегодняшний день регулятором тоже ЦБ является, и микрофинансовых. Серьезно? Да, на сегодняшний день это так, и лицензия выдается, ну, раньше ФСФЕР была, но сейчас оно присоединилось к Центробанку. Ну, сейчас департамент, да, сейчас. Да, вот, но я могу сказать, слава богу, это пока не зарегулировано, потому что иначе мы попало... Слава для кого? Ну, слава богу. Слава богу, могу сказать, потому что вы не будете иметь альтернативы, ну, гарантированных, там, где вам в договоре подписывают высокодоходных инвестиций, понимаете? То есть, как только регулятор, да, непосредственно за это дело никаких высокодоходных инвестиций не будет? Вообще не будет, и смысл простой, то есть, просто отнимут некую возможность, так сказать, а каким образом? Да, у нас любят запретить и все, убрать лишние риски, одновременно убрать лишние доходности. Отлично, да, а при этом МФО кредитует малый бизнес, убрать малый бизнес, нормально, да, тема? Убрать малый бизнес, я надеюсь, такого не существует. Леш, ну, вот смотри, логика, да, с одной стороны, я, как потребитель конечного продукта, очень заинтересован, чтобы был некий надзорный орган, тем более в лице Центрального банка Российской Федерации, который, если говорить о классических банках, да, отслеживает ситуацию и там что-то имеет возможность изменить. Ну, и вполне логично, да, Дмитрий говорит, вот высокая доходность, возможно, пока нас не зарегулировали. Как только это случится, все до свидос. Ну, тут я не знаю, что сказать, кроме того, что гарантия, которую вы получаете от условной микрофинансовой организации, она гарантия ровно в той мере, в которой вы доверяете и считаете, что эта кредитная организация выставит там в случае какого-то внешнего шока. И плюс страховая группа, которая страхует эти продукты. Я думаю, что давайте тоже, опять, чтобы никого не обидеть, да, что страховщик в данном случае, он, в принципе, тоже, наверное, будет подвержен, да, неким событиям, которые... Конечно. Это связанный риск, и потом, как бы, всегда возникает вопрос о стоимости этой страховки, потому что вероятные события, они обычно дорого... Очень дорого, тем более, если мы говорим о подобных, да, доходностях. Могу сказать, сколько стоят. Давай. Два процента в год от суммы. Вот. А в агентство АСВ 3 процента платят. Ну, что? Ну, так что, вот, сравните. Потом еще один момент, на который хотел бы обратить внимание, что большинство, сейчас огромное количество этих организаций появилось, большинство из них работают в лучшем случае по серым схемам. Схемам, да. Белых компаний, лицензированных очень мало, поэтому, если люди несут туда деньги, они должны провести собственный анализ, там, они доверятся кому-то. На предмет того, насколько эта компания вообще прозрачна и отвечает их требованиям по инвестированию. Ну, и последний момент, который бы я хотел обратить внимание, с точки зрения, там, сравнения с фондовым рынком. По фондовому рынку и, в частности, по облигационному, у нас есть опыт 2008 года, мы знаем, как выглядят плохие компании, мы знаем, как выглядят плохие акционеры и как они действуют. С точки зрения рынка микрофинансирования, он у нас в стране появился недавно. И если проводить такую достаточно грубую аналогию, инвестирование сейчас в микрофинансовые организации, это сродни инвестированию в российский рынок акций где-то там на заре 2000-х годов. Ну, то есть до 2008 года. Когда придет этот 2008 год микрофинансирования. А он рано или поздно придет, это, кстати, следуя вашей логике, Дмитрий. Да, вот интересный вопрос, дискуссионный. И, кстати говоря, дискуссия сейчас по этому поводу разворачивается насколько. Ну, я думаю, развитие может происходить следующим образом. Я, ну, уже там большие игроки задумываются о консолидации, но я просто думаю, что немножко с другой стороны надо подходить к этому. Вот это моя точка зрения и наши компании. Вот есть такие, ну, мы планируем сделать кредитный фонд, кредитный фонд, управляющий компанией, кредитный фонд, который будет специализироваться в кредитовании микрофинансовых компаний. Ну, и залогов обеспечения по этим кредитам, соответственно. Именно специализироваться на этих высокодоходных инвестициях. Ну, то есть это закрытый ПВФон для... Да, я понял, для конечного потребителя это снижает риск, получается, да, в какой-то степени? Потом, отчасти, я думаю, что на определенном этапе, во вторую очередь, придут и национальные инвесторы, потому что можно выпустить будет и облигации как раз этого кредитного фонда, которые, в принципе, могут быть куплены, доходность будет больше, там, 20% по этим облигациям. Ну, я так понимаю, это все пока в планах, да? Да, конечно, в планах развития. Но я считаю, что просто такие инструменты должны иметь право обязательно на жизнь, потому что если все ужать, то и развитие будет. Ну, это да, это мы опять к Тедису, вами озвученному, возвращаемся, да, хотите хорошо жить, рискуйте. Может быть, это и так, я не спорю. Спасибо огромное, уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Напомню, сегодня в студии Дмитрий Нужденов, Алексей Бизин мы обсуждали высокодоходные инвестиции в России. Спасибо, уважаемые гости, всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.